Вчера в четверть 11 вечера в Екатеринбурге был совершен вооруженный налет на торговый павильон по улице Шейнкмана близ дома 114. Ограбление весьма дерзкое и жестокое. Преступник расстрелял охранника и выгреб выручку из кассы. Налетчик действовал нахрапом. Войдя в палатку, он, ни слова не говоря, вынул пистолет, предположительно макаров или сходный по внешнему виду, и четырежды выстрелил в охранника. Одна пуля ушла мимо в стекло, одна ранила на вылет, две остались у 19-летнего Михаила Трифонева. Отважный секьюрити также ответил двумя выстрелами из газоаэрозольного приспособления «Удар», однако действие это не возымело. Грабитель выгреб из кассы выручку и скрылся. Все это время продавец палатки находился в подсобном помещении. Сначала по своей нужде, а затем от страха. Однако после ограбления она поспешила к соседнему коммерческому киоску за помощью. С соседнего киоска подошла, с испуганными глазами сказала, что у них охранника подстрелили. Ну и все это самое, выскочили, посмотрели, а охранник уже лежит сбоку. Ну и все это самое, мы как это самое, оказали ему первую помощь, ну посмотрели, что по чем будет. Мы посмотрели, что там нам ни о чем, ни это самое, ну как вам сказать. Но он жив был? Ну он жив, да, все нормально было. А раненый паренек самостоятельно выбрался на улицу, где ему помогли коллеги, а затем и врачи, прибывшие в скорой помощи. Охранник Трифонов смог даже описать приметы грабителя, пользуясь которыми милиция начала поиск. Сам Михаил был доставлен в реанимацию 24-й горбольницы, где пребывает и сейчас в крайне тяжелом состоянии. Поражает в данном случае жестокость, которой прибег преступник из-за небольшой, в общем-то, суммы в 6000 рублей.